Николет Шеридан. Роскошной блондинки и дебрит из сериала «Отчаянные домохозяйки» уже 60 лет. Из шоу актрису Николет Шеридан уволили после пяти сезона. Им даже пришлось вывести ее героиню из сюжета с помощью приема «Неожиданная гибель». По словам актрисы, между нею и создателем сериала Марком Черри были плохие рабочие отношения. Это и послужило причиной. «Династия», последний сериал с ее участием, завершился в 2022 году. С 2016 года она снималась только в этом проекте. Людмила Курепова. Актриса сыграла роль Сони Долгорукой в сериале «Бедная Настя», но это было еще в начале нулевых. Дальше ее карьера складывалась не особенно успешно, были роли в сериале «Спецназ 2», «Лига обманутых жен» и «Брак по завещанию». Последнюю роль Людмила сыграла в фильме «Экипаж» 2016 года, а дальше «Тишина», «Дак Севен». Не уходя далеко от домохозяек, вспомним неоднозначного Тома Скава, мужа Линит. Да, домохозяек, Дак снимался в крутых и успешных шоу, за гранью возможного, си.с.ай. Место преступления, светлячок, части тела. После у него было еще несколько успешных проектов, но в последнее время он снимается в ролях третьего и четвертого плана. Как бы сказала Линит, эх, Том, Ольга Ломоносова. Ольгу запомнили, как Киру Воропаеву из сериала «Не родись красивой». После она продолжила сниматься в российских телесериалах, ее можно увидеть в проектах «Девять месяцев», «Я не я», «Одно тебя люблю», «Озори здесь тихие» и многих других. Но зрители до сих пор видят в ней Киру, что саму Ломоносову раздражает. Из-за этой роли режиссеры не воспринимали ее как серьезную актрису. Впрочем, Ломоносова активно играет в театре, она занята в спектаклях «Месяц в деревне», «Платонов», «Иллюзия счастья» и многих других. Крис Нот. Крис, он же мистер Бик, он же почему-то Джон, он же главная любовь Кэрри Брэдшоу, снимался и за пределами секса в большом городе. Он вернулся в продолжение сериала и просто так, но его роль сократили, более того, избавились от его героя в первой же серии. Дело в том, что в декабре 2021 года две женщины обвинили Нота в насилии. Пока суд додела, продюсеры решили не связываться с проблемным актером. Актер позже признал, что изменял жене, но все было по обоюдному согласию. Лаура Кармайкл. Актриса Лаура Кармайкл вытащила счастливый билет в этой жизни, потому что первой ее сыгранной ролью стала леди Эдит в сериале «Аббатство Даунтон». Никто не думал, что шоу станет таким популярным. После сериала вышло еще два фильма на эту тему, а сейчас ходят слухи о новом сезоне. А вот помимо Даунтона, карьере Кармайкл пустовато. Наталья Мельниченко. Наталья играла саму себя в сериале «Ранетки», а потом вышла за продюсера группы Сергея Мельниченко и родила ему троих детей. Все это Наташа успела сделать до 30, сейчас ей 33. Наташа также снималась в эпизоде сериала «Счастливы вместе», как участница группы «Пипеки», а еще в фильме 2010 года «Амазонки из глубинки». С кино на этом все. С музыкой пока непонятно, от нее долго ничего не было слышно. А в прошлом году Наташа начала активно публиковать в социальных сетях ролики с новой песней. Тексты и образ были довольно пошлыми. Надеемся, для возвращения они придумают еще что-то другое. Камила Барданаба. Помните аргентинский сериал про подростков «Мятежный дух»? Его смотрели еще до «Ранеток», как давно это было. Камила Барданаба сыграла в нем одну из главных ролей – пацанку Марису. После закрытия сериала Барданаба и ее партнеры по шоу создали музыкальную группу «Риуэй», которая стала весьма успешной, но коллектив вскоре распался. Камила и дальше снималась в сериалах, но они не имели такого успеха, как «Мятежный дух». В 2011 году Барданаба полностью закончила свою акторскую карьеру. Какое-то время она колесила по миру в доме на колесах, а по последним данным работает оператором и помощником режиссера.